Всем привет! Сегодня я вместе с жителем деревни номер 13 устроил настоящую битву статуй. Цель только одна. Выжить и добраться до приза. Побеждает тот, кто сделает это раньше. Пишите в комментариях, чья статуя сегодня победит. Ну чё, носатый, готов мне проиграть сегодня? Ох, как же мы с подписчиками порвём тебя сегодня! Это мы ещё посмотрим, пиксель, кто кого порвёт. У тебя и у твоих подписчиков нет ни единого шанса. Приз будет точно моим! Ох, ну вы только посмотрите на этого самоуверенного жителя Ёшкин Кот. Мы с ребятами большие профессионалы, поэтому этот приз из Апсидиана первыми достанем мы. Да, кстати, ребятки, всем привет поближе, как говорится, прямо сейчас я нахожусь на самой настоящей статуе Пикселя. А по ту сторону находится самый настоящий житель из деревни номер 13. И буквально через несколько секунд у нас начнётся битва статуй. Это легендарная битва просто самых настоящих профессионалов. Этот житель даже прошёл какой-то конкурсный отбор среди носатых. Я самый профессиональный житель из деревни. У тебя нет ни единого шанса. Всё, давай начинать, фиолетовая кофточка. Ладно, носатый, если ты так быстро хочешь проиграть, то давай действительно без предисловий. Разберёмся уже по ходу действия. Хотя правил тут на самом деле немного. Ребята, я вам их расскажу в процессе. Обязательно перед просмотром этого ролика поставьте лайк на это видео и не забудьте подписаться на канал, чтобы мы сегодня вместе с вами одолели этого носатого. А я даю обратный отсчёт. Один, два, три. Поехали, житель, поехали. Всё, ребята, начинаем наше выживание, естественно, с добычи дерева. Так, отлично. Деревце прямо сейчас попадает ко мне в инвентарь. И сразу же, сразу же, ребята, создаём с вами вот такой вот замечательный верстачок. Так, отлично. Устанавливаем его вот сюда и тут же продолжаем добычу нашего замечательного дерева. Потому что, как вы понимаете, в Майнкрафте всё начинается с самой обыкновенной деревянной кирки. И наша задача скрафтить её гораздо быстрее жителя. Быстренько наши брёвна перекрафчиваем с вами в досочки. И сразу же, ребята, естественно, создаём палочки. Деревянная кирка готова. И на всякий случай я сразу беру с собой палки, ребята, на тот случай, если мы вместе с вами обнаружим уголёщик. Так, и чё у нас там носатый делает? Житель! Житель! Как у тебя там делишки? Нормально у меня всё, не отвлекай меня. Это тактика твоя, я точно знаю. Да никакая это, блин, не тактика. Я просто подружески поинтересовался. Ладно, ладно, ребята, будем обращаться к жителю немножко реже. Ё-моё, всё, пошёл вниз уже тоже. Пошёл крафтить себе, походу, каменную кирку. Но ничего страшного, ребята. Мы в этом смысле этого носатого тоже потихонечку догоняем. И давайте сразу же, сразу же постараемся найти уголёчек с помощью деревянной кирки. Попробуем сэкономить немножечко драгоценных секунд для того, чтобы не подниматься лишний раз наверх. И, блин, если честно, что-то мне подсказывает, что это очень плохая затея. Нужно было как минимум взять с собой верстак для того, чтобы это было делать гораздо-гораздо удобнее. Да ё-моё, я уже практически полстака булыжника добыл. У меня уже практически половина кирки деревянной сломалась. Но я до сих пор не нашёл ни единого кусочка угля. Я уж молчу, ребята, про какую-то железную руду, которая, естественно, нам сегодня вместе с вами капец как сильно понадобится. Ё-моё, я уже возле глаз пикселя, походу. Офигеть, блин. А где моё железко? Ладно, ребята. Ладно. Видимо, нам придётся потратить драгоценные секунды и всё-таки подняться. Подняться наверх для того, чтобы захватить отсюда верстачок. Потому что, по большому счёту, наверху нам больше делать нечего. Фух, верстак поймал. Поймал, ё-моё, думал, что упал он куда-то в пропасть. Устанавливаем его приблизительно вот сюда. Вот сразу же создаём себе самую обыкновенную печечку. И, естественно, ребята, создаём себе более продвинутую кирку. Во, вот это, как говорится, совершенно другое дело. Ну и, естественно, продолжаем, блин, раскопки. Офигеть, я уже полторы минуты копаюсь и до сих пор, до сих пор не могу ничего найти. Но это капец как обидно. Я бы, конечно, очень сильно хотел поинтересоваться, как у жителя дела. Но я не буду этого делать, ребята. Потому что всё, всё, наконец-то, наконец-то жила угля найдена. Она, конечно, небольшая, ребята. Всего 4, ну, максимум 5 штучек. Но это тоже довольно-таки неплохо. А, нет, даже 6, 7, 7, 7 штучек угля. Это просто прекрасно. Нам хватит на всё сегодняшнее видео. На абсолютно всё выживание. Блин, как-то немного не круто разбирать самого себя, ребята. Но, как говорится, что поделаешь? Что поделаешь? Фух, ладно, давайте всё-таки попробуем. Попробуем немного отдышаться и спросим. Спросим, как дела у нашего замечательного Носатого. Житель! Житель, ты меня слышишь? Да, Пиксель, слышу, конечно. Чё ты хочешь от меня отстань, блин? Да ну как чё? Мы всё-таки вместе выживаем. Вместе с подписчиками интересно, как у тебя дела. Нашёл ли ты железо, например? Уголёчек, может быть, ты уже обнаружил? Потому что я, если честно, прямо сейчас с подписчиками добываю уже вторую залежу угля, блин. Нет, Пиксель, никакого угля я ещё не нашёл. Но зато у меня уже 8 железной руды, блин. Офигеть, у него есть железо, но нет угля. У меня вот ситуация очень даже обратная. Может, поменяемся, я не знаю. Мне хотя бы 3 железной руды было бы очень и очень неплохо. Ладно, ребята, давайте, короче, немного изменим тактику нашей с вами игры. Мы не будем копаться внутри. Мы будем копаться снаружи, ребята. То есть мы прямо сейчас выкапываемся вот сюда, так скажем, на свободу. И будем бродить по окантовочке нашей замечательной статуи. Как мне кажется, таким образом мы вместе с вами обнаружим необходимые нам ресурсы гораздо-гораздо быстрее. Так, где у нас лицевая часть Пикселя? Вот лицевая часть Пикселя. Здесь супер необходимо поставить факелочек, ребята, чтобы здесь было светло. И мы вместе с вами... Офигеть. Увидели, посмотрите, золото и увидели алмазы. И вот оно! Вот оно железо. Обалдеть, ребята. Это была просто... Это была лучшая тактика, которая могла прийти мне в голову. Прямо сейчас добываем вот эти вот ровно три кусочка железной руды. Так, прекрасно. Ничего в бездну не упало. Устанавливаем печку. Закидываем сюда уголёчек. И всё, ребята. Остаётся всё это дело только переплавить. Я даже не буду возвращаться за верстаком. Знаете, шикану немножко. Потрачу все доски, которые у нас есть. Надеюсь, что это, конечно, не ошибка. И поставлю всё это дело вот сюда. И по большому счёту нам вместе с вами осталось совсем капелька. Капелька вообще до конца сегодняшнего видоса. Ё-моё, вы посмотрите. Носатый тоже там слишком активно копается. Так, я, знаете, не буду с ним пока что разговаривать. Пока моё железо переплавляется, ребята, я заранее построю себе мостик к нашему замечательному призу. Как мне кажется, это очень хорошая тактика. Мы вместе с вами не тратим ни единой минутки. У нас всё уходит, так скажем, на продуктивность. Так, житель пока что меня не обнаружил. Это капец как хорошо. Делаем себе, ребята, вот такие вот своеобразные ступеньки, чтобы удобно добираться до нашего с вами приза. И я, если честно, не знаю, что там находится. Потому что этим занимались другие жители нашей деревни. Так, всё, ребята, замечательно. Железная кирка создана. Теперь мы вместе с вами, наконец-таки, наконец-таки, можем опускаться к нашим замечательным алмазикам. Первый алмазик есть, ребята. Второй алмазик есть. И третий алмазик... Ё-моё, он упал в бездну, ладно. Здесь есть запасной, ребята. Самое главное, его не уронить. И да, всё, замечательно. Теперь наша с вами задача очень и очень проста. Нам нужно быстренько подняться к нашему верстаку. Скрафтить себе алмазную кирочку. И сразу после этого отправиться к нашему замечательному кубику из обсидиана. Открываем верстачок. Ёшкин кот, ребята, как же я тупанул! Вот же, блин, а я потратил... Я потратил все доски. Я потратил все доски, когда крафтил верстак. Шиканул, блин, как говорится. Я очень надеюсь на то, что пока мы тут с вами копались, дерево выросло по новой, ребята. Потому что, если этого не произошло, я... Я просто по своей глупости очень сильно сейчас проиграю, ребята. Очень сильно проиграю. Мне либо придется просить этого у жителя, либо подстраиваться к нему и воровать доски. Я... Я не знаю. Фух, все, короче, ребята. Забудьте все, что я говорил. Это не важно. Самое главное, что дерево выросло. А это значит, что мы можем скрафтить дополнительный верстак, дополнительные палки. И все у нас, в принципе, будет неплохо. Ладно, как мне кажется, ребята, пора немного перевести дух. И, наконец-таки, похвастаться. Похвастаться перед моим сегодняшним оппонентом. Житель, Носатич, как у тебя там делишки? У нас с ребятами все, как говорится, алмазно. У меня, Пиксель, все тоже довольно неплохо. Я уже на финишной прямой добываю алмазы и начинаю подстраиваться к нашему призу. Ты начинаешь только добывать алмазы, а вот мы вместе с подписчиками уже находимся на вот этом замечательном месте. Так, ребята, прокапываем первый блок обсидиана. И, как я понимаю, у нас тут двойная защита. Но для нас это не помеха. Даже если вдруг житель попробует сюда прийти и попробует нам помешать, ребята, я буду обороняться всеми возможными силами. У меня все доступные кирки Майнкрафта. И деревянные, и каменные, и железные, и даже алмазные. Я просто буду с ним драться. Носатый, все. У тебя, ешкин кот, нет ни единого шанса. Ребята, вы видели? Вы видели содержимое этого сундука? Житель пошел нафиг отсюда! Все, ребята, это, как говорится, гэгэшечка. Это просто супер! Ешкин кот, вы посмотрите на меня! У меня теперь еще изумрудная кирка есть, изумрудный меч, изумрудные лопаты, изумрудные топоры. Практически полный сет изумрудной брони. Ну и, само собой, огромный, ешкин кот, гигантское количество изумрудов. Тут еще стак изумрудных блоков. Я просто в шоке. Не знаю, конечно, насколько обидно прямо сейчас жителю, ребята, но, как мне кажется, нас это вместе с вами волновать не должно. Потому что в первой битве статуи на своем канале победил я, ребята. Победила фиолетовая кофточка, победил самый настоящий пиксель. Да ты сто процентов читерил пиксель. Невозможно, невозможно так быстро было найти алмазы. Очень даже возможно, житель, я все записывал на камеру. Я просто использовал немного другую тактику. Ну, это все ты уже сможешь посмотреть на моем замечательном каналчике. Ребятки, вы пока что не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. И если вам понравилась битва статуи, то обязательно напишите об этом в комментариях. Возможно, я сделаю это такой, знаете, ну, полупостоянной рубрикой на своем канале. Позову сюда читера, грифера, возможно, кого-нибудь из своих друзей. Короче, обязательно пишите об этом внизу. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.